Конец первой части. Американские военные подтвердили этот факт. За две недели до этого Кеннет Арнольд, пилот частного самолета, заявил, что видел дискообразный летательный аппарат в небе неподалеку от Маунт-Реньер в штате Вашингтон. Эти два случая подстегнули интерес к этому явлению, и в последние 50 лет у него появилось множество новых приверженцев. Доктор Стивен Грир, опытный врач, уверен, что НЛО имеет внеземное происхождение и вполне реальное. Он считает, что у него есть достаточно доказательств для созыва заседаний Конгресса по этому вопросу. Эти явления имеют больше подтверждений, чем черные дыры. Один из членов моей группы собрал около 3,5 тысяч свидетельств от военных и гражданских лиц. У нас имеется более 4 тысяч описаний следов приземления. У нас есть сотни отличных четких фотографий. Они прошли экспертизу и признаны подлинными. Пока Гриру не удалось убедить в этом Конгресс, но его организация продолжает собирать сведения о контактах с пришельцами. Во всем мире успешно действует несколько программ и просто отдельный групп наблюдателей, которые надеются когда-нибудь вступить в контакт с этими объектами. Этими вопросами интересуется и разведка. Вот что особенно важно. Вокруг этого вопроса, который можно считать широко известным, существует завеса необычайной таинственности. Дезинформация общественности делает этот вопрос предметом насмешек для некоторых представителей научных кругов. Я могу встретиться и побеседовать с заместителем директора НАСА по этому вопросу. Это представляет для них большой интерес. Они знают, что это реальные события, но никто из них никогда не согласится говорить об этом перед камерой, потому что это будет означать конец их карьеры. Это изображение наиболее часто наблюдаемого НЛО. Это официальный документ ВВС США, на котором изображен предмет в форме диска с башней наверху. Нет сомнений в том, что НЛО привлекает к себе достаточно внимания. Но не слишком ли легко скептики готовы отвергать свидетельства очевидцев и фотографии, пусть и несовершенные? Мы нормальные, здоровые люди. Мы способны адекватно описать то, что мы видели. Все сразу не могут страдать галлюцинациями, хотя такое иногда и случается. Отрицать существование НЛО – это значит отрицать ценность показаний людей вообще. Здесь мы видим изображение одного из летающих, светящихся шаров. Майкл Хессман обратился к местному клубу НЛО, одному из многих подобных в разных странах. Большинство из них уверены, что НЛО существует и имеют внеземное происхождение. Так возможно ли это? Многим людям нетрудно поверить в то, что нас могут посетить другие цивилизации, потому что мы сами посылаем НЛО на другие планеты. Если бы на них существовала жизнь, они бы тоже могли прислать к нам, на другую планету, такие же НЛО. Такие ученые и астронавты, как Ульрих Вальтер, не сомневаются, что где-то во Вселенной есть разумные существа. Я убежден, что в нашей Вселенной существует другой разум. Однако я не думаю, что это возможно в нашей галактике. Астронавт Стори Масгрейв питает еще большую уверенность. Статистически доказано, что в космосе существуют гораздо более развитые цивилизации и разумы. Я полагаю, что уровень их развития позволяет им осуществлять межпланетные полеты. Я допускаю, что они могут появиться здесь. Главный вопрос в том, есть ли там что-нибудь. Если они там, то как много их и посещают ли они нас? Мы этого не знаем, но хотим знать. Почему так трудно признать этот феномен, несмотря на многочисленных свидетелей во всем мире? Во-первых, это сама природа этого явления. Столь смелые предположения требуют неопровержимых доказательств. Высоко в горах Чили золотоискатель Хорхей Бара тоже наблюдал полет НЛО. Сначала я увидел одно большое огненное пятно, метрах в трехстах, прямо над моей головой. Оно излучало чистый голубой свет, падающий на землю. Потом вдруг голубой свет выключился, и я увидел три разных цвета. Желтый, зеленый и красный. Этот свет шел прямо на меня. Потом всем своим телом я как будто почувствовал какую-то энергию. Интересно, что я совсем не слышал звука работающего мотора. Я только слышал такой звук, какой бывает, если размахивать длинной палкой в воздухе. Потом НЛО улетел. Подобно многим свидетельствам, рассказ Хорхе и Бара основан только на личных впечатлениях очевидца, которым не хватает подтверждения. В Бельгии в 1989 и 1990 году произошла иная история. История с появлением НЛО захватила всю страну до самых высоких уровней. Сотни людей тогда видели странный световой треугольник, который медленно двигался над поверхностью Земли. Об этом сообщили властям. Неопознанный летающий объект тщательно изучили несколько экспертов. Сначала он показался очень странным. Технические характеристики этого летающего объекта значительно отличаются от всех известных нам. Профессор Леон Бреник преподает в Свободном университете Брюсселя. Он был одним из тех, кто изучал это явление. Я встречался со многими очевидцами и смог ознакомиться с несколькими сотнями отчетов о проведенных расследованиях. Все они говорят о том, что это был какой-то необычный феномен. Все его технические характеристики весьма необычны. Мы получили множество описаний треугольной платформы, которая сначала просто висела в воздухе, без видимого движения над одной фермой. Это длилось 20 минут. Почему именно над фермой? Что это значит? Одним из многих свидетелей был также полковник Андре Амонт, гражданский инженер бельгийской армии. В декабре 1989 года он ехал ночью по дороге и увидел три треугольные светящиеся платформы, которые медленно перемещались по небу. Я видел три желтых треугольника, которые плыли над деревьями. Потом желтый свет сменился на белый. И этот белый свет стал опускаться ко мне. Моя жена тогда спросила меня, «Они спускаются? Нам лучше уехать». Признаться, это было немного странно видеть такие огромные огни. Поэтому моя жена и сказала, что нам лучше уехать. Потом свет исчез. И я видел только три небольших желтых огня. Тот, что был в центре, все время пульсировал. Потом этот объект очень быстро улетел. В последующие месяцы подобные странные светящиеся треугольники видели много раз, и не только в сельской местности. Они висели и над крышами в центре Брюсселя. Марсель Альфарано, владелец магазина, смог заснять это на свою камеру. Это случилось примерно в половине третьего ночи, с 30 на 31 марта. Я взял камеру и поднялся наверх. В тот же момент увидел два огня на расстоянии. Они были больше, чем машинные фары, и медленно двигались в моем направлении. Они двигались очень медленно над крышами. Когда они приблизились, я увидел, что между двумя огнями был еще и третий. Они остановились. Я понимал, что это был не самолет. Это было что-то странное. Я не могу понять, что это. Потом мне звонил кто-то из правительства и сказал, что я не должен ничего такого себе воображать и должен сказать, что это был самолет. В ВВС Бельгии решили, что бы то ни было, это нельзя игнорировать. В конце 80-х годов таких случаев было много. Люди видели странные объекты в воздухе, и ВВС Бельгии дважды поднимали в воздух F-16, чтобы увидеть то, что люди видели с земли. Уилфред Дебрауэр, полковник, возглавлял в то время эти операции. Люди видели в небе странные объекты, которые и вели себя необычно. они звонили в полицию, полиция подтвердила эти случаи. Они позвонили на радарную станцию в Глансе, и там тоже подтвердили, что они видели какой-то объект в этом районе. С другой станцией, что в 150 километрах, видели то же самое. На этом основании они и попросили нас послать туда самолеты. В ту ночь мы подняли в воздух два F-16. Я был одним из пилотов и вел эту двойку на задание. У нас было много информации из Земли. Эти люди могли довольно точно назвать место, где они видели то, что мы называем НЛО. Наземный радар зафиксировал сигнал, который двигался очень быстро с южной части Брюсселя на восток. самолеты находились в непоследственной близости от этого места и мы хотели обнаружить этот объект. На обоих самолетах подтвердили, что их приборы показывали какой-то объект, который двигался со скоростью 700 узлов. Ф-16 смогли зафиксировать НЛО, но как только они приближались, он изменял направление и скорость, демонстрируя удивительную маневренность. Пилоты не сомневались, что эта цель была реальна. У нас был радарный контакт с целью 3-4 раза. На приборах Ф-16 это тоже зафиксировано. Мы знали, что по меньшей мере один раз мы видели тот же сигнал, который перехватили радары на земле. Объект быстро наращивал скорость. Она выросла с 50 до 1000 узлов. Он поднимался и опускался очень быстро и мог резко менять направление движения. Иногда его скорость была большей скорости звука. Военным самолетам так и не удалось установить прямой визуальный контакт с НЛО. Природа этого явления осталась тайной. Я не думаю, что это был экспериментальный самолет. В этом случае сразу же приходит мысль о Соединенных Штатах. Но если они проводили бы такие эксперименты, то почему они стали бы это делать и в Бельгии. Во-вторых, они официально подтвердили, что не имеют к этому отношения. На этот счет есть заявление посольства. И в-третьих, свойства этой системы были таковы, что их нельзя приписать никакой, даже экспериментальной технологии. Это не был какой-то новейший аппарат, и я не думаю, что это было природное явление. Выбор не так уж велик. Каждый может посчитать, что это явление инопланетного характера. Это вполне вероятное допущение, и не нужно совсем сбрасывать его со счетов. Я не утверждаю, что это были пришельцы, но такую возможность не следует исключать. Записи радара одного из самолетов были направлены для проведения тщательной экспертизы в Центр изучения электронных военных средств. Среди специалистов, которые настояли на экспертизе, был и доктор Эмиль Швейцер, известный физик, преподаватель лучшей в стране военной академии. Что он думает о странном неопознанном объекте, который пытались перехватить военные летчики Бельгии? Этот НЛО мог совершать такие повороты, которые невозможны с точки зрения законов нашей механики. Он мог очень быстро изменять скорость передвижения, что также невозможно при наших технологиях. Может ли оказаться так, что этот невидимый НЛО был просто техническим сбоем на радарных установках? Я не думаю, что на нескольких радарах произошел один и тот же сбой одновременно. Это были разные типы радаров, разные типы антенн, и координаты цели были различными. Меня заклеймят позором, многие мои коллеги, но я вполне допускаю возможность существования внеземной цивилизации. Фотографию бельгийского огненного треугольника подвергли компьютерному анализу. Изображение, которое удалось открыть, было похоже на темный летательный аппарат треугольной формы. Все больше и больше людей по всему миру смотрят на небо и все чаще теперь они видят НЛО. Теория об инопланетном происхождении этих объектов все больше захватывает воображение людей на нашей планете. Средства массовой информации распространили сведения о деталях этих наблюдений в разных частях света. Помимо прочего, нужно отметить частые совпадения между случаями появления НЛО в прошлом и в наши дни. Это было снято недалеко от военной базы в Монтане в 1957 году. Я видел два серебристых объекта, которые двигались с севера на запад. Они были очень яркими и находились на высоте примерно 3000 метров. Они были похожи на блестящее отполированное серебро. Оба были одинакового размера и передвигались с одинаковой скоростью, но они двигались медленнее, чем те, которые я снял накануне. В Германии 30 лет спустя снова видели странные световые шары на небе. На этот раз они были неподвижны. Сотни людей смогли увидеть и сфотографировать их. Этот случай произошел в Грейсвальде на Балтийском море. У Валерия Виноградова в тот момент оказалась камера в руках и он снял то, что увидел ту ночь. Я услышал шум и пошел в кухню, выглянул в окно. Я услышал возбужденные голоса на улице и в тот же момент увидел эти светящиеся шары в небе в форме какой-то фигуры. они были довольно близко около атомной станции Грейсвальда недалеко от города Любина. Внутри этой фигуры было какое-то вращение и в то же время казалось, что это одна конструкция. Вся эта система просто висела, не совершая никаких резких движений. Она висела в воздухе неподвижно. Потом я увидел небольшой шар, который приблизился справа. Казалось, он примкнул к остальным и просто растворился. Я думаю, это доказывает, что все это были не просто вспышки. До настоящего времени снимки сами по себе не помогли разрешить загадку НЛО. Несмотря на то, что застывшие фотографии или съемки в движении при помощи видеокамеры стали интригующими фактами такого явления за последние 50 лет, только одной игры воображения мало, чтобы понять природу объектов, которые мы видим. Сделанные на большом расстоянии не совсем качественные снимки дают слишком мало информации о внутреннем механизме НЛО, если таковые вообще существуют. если мы хотим описать, как выглядит объект внеземного происхождения, то мы не можем это сделать. Он может выглядеть как НЛО или простой самолет, он может быть вообще невидимым. Возможно, что прямо сейчас над Хьюстоном завис корабль пришельцев. Это вполне возможно, но нам нужны доказательства. Очевидно, стереотипов здесь не существует. Самые распространенные формы это сигарообразные, круглые и летающие объекты в форме блюдца. Что бы это ни было, но их технические характеристики явно отличаются от всех известных нам. Это пока все выводы, которые мы можем сделать, глядя на пленки и фотографии. С другой стороны, все отчетливые снимки НЛО порождают ряд новых проблем. В 1971 году во время праздника на границе Австрии и Германии музыкант и его жена, наслаждаясь красивым видом, стали свидетелями необычного явления. Руди Нагора вспоминает. Я услышал какой-то свист, который раздавался неподалеку. Я подумал, что кто-то играл с радиоприемником в машине, но я ошибался. Мне показалось, что звук исходил откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел в небе круглый предмет. Он не летел, как самолет, но в то же время он не стоял на месте. Вертолет может внезапно остановиться, но тогда можно видеть, как движутся лопасти, а здесь ничего такого не было. Он неподвижно висел в воздухе и издавал свистящий звук. Он не был все время на одном месте. Внезапно он мог оказаться позади меня, и мне приходилось оборачиваться. Мне удалось сделать 12 снимков. Конечно, они могут показаться странными, сомнительными. Мне говорили, что я видел диск от колеса, пока не сделали анализ этих снимков. Снимки Руди Нагоры прошли независимую экспертизу в Германии и Америке. Никаких признаков подделки не было обнаружено. Являются ли они свидетельствами того, что это был корабль инопланетян? Линзы фотокамеры — это недостаточное доказательство. За последние пять лет в Мексике было замечено больше НЛО, чем в любом другом месте мира. В 1944 году в горах Гвадалахары зарегистрирован несколько иной вид контакта. Здесь НЛО не только видели с близкого расстояния. Между ним и человеком, который сфотографировал его, был своеобразный контакт. Рауль Домингес, землевладелица и бизнесмен. Он вспоминает необычный корабль, который он увидел в тот день. Это был аппарат, примерно 25 метров в диаметре. Нижняя часть выступала. Я не слышал никакого шума до тех пор, пока он не оказался совсем близко. Я услышал его, когда он был в 10-12 метрах над моей головой. Я услышал что-то похожее на жужжение пчелы. Я почувствовал, что у меня волосы поднимаются дыбом. Сразу же после этого на моем лице и на руках появились эти отметины. Потом у меня долго болел желудок и были проблемы с пищеварением. Это оказало на меня и физическое, и психологическое воздействие. Это изменило меня. Теперь я уверен, что НЛО существует. Реальность фотографий того, что принято считать космическим кораблем, определяется только честностью свидетелей, которые сделали эти снимки. Версия об их внеземном происхождении допускает мысль о том, что инопланетяне действительно могли посетить нас. Основной аргумент против этого довода это огромные космические пространства. Главный нервный центр для тех ученых, кто верит, что мы можем найти в космосе разумных существ, находится в Эросибу, Пуэто-Рико. Самый большой в мире радиотелескоп находится в распоряжении Сети, организации, которая занимается поиском внеземного разума. Я не думаю, что если инопланетяне существуют, то они побывали здесь. С моей точки зрения этому просто нет достаточных доказательств. Путешествие от одной звезды к другой это сложное дело, даже если по телевизору или в кино показывают обратное. Для этого недостаточно просто позвонить в аппаратную и попросить Скотти запустить машину. Эта организация финансировалась из средств НАСА. Они ищут внеземной разум уже более 20 лет. Но теперь НАСА больше не вкладывает средства в их эксперименты. Некоторых это удивляет, потому что они уверены, что НАСА знает о существовании инопланетян. Говорят, что астрономы сети настроены решительно. Они убеждены, что первый контакт с внеземной цивилизацией будет радиосигналом, который появится на экране. Нас часто спрашивают, вы получали какие-то сигналы, вы близки к успеху? На самом деле все не так. Это даже нельзя называть экспериментом. Другими словами это либо да, либо нет. На данный момент это нет. Пока Христофор Колумб не увидел Землю, он видел только воду. Так и в нашем случае. До сих пор все полученные сигналы оказывались ложной тревогой. Так стоит ли продолжать поиски? Вопрос, есть ли там еще кто-то, это самый старый из всех вопросов, которые мы задавали и на которые не получили ответа. Я бы не занималась этим, если бы не думала, что у нас есть надежда на успех. Я, безусловно, допускаю, что инопланетяне где-то там. Лично я в этом не сомневаюсь. Однако я не отрицаю, что доказательств в том пока нет. Но я полагаю, что это может быть правдой, потому что космос огромный. В нашей галактике полтора триллиона звезд. Существует еще 50 миллиардов других галактик, и в каждой по полтора триллиона звезд. Было бы крайне неразумно думать, что только на одной нашей планете может происходить что-то интересное. Отец-основатель сети вывел формулу, согласно которой наша Вселенная заполнена разумными существами. Фрэнк Дрейк говорит, что если они здесь и добрались до нас, то первыми увидеть их могут те, кто совершает космические путешествия. Доктор Фарух Эльбас геолог. Сейчас он работает в Бостонском университете. В течение шести лет он принимал участие в разработке легендарной программы NASA Аполлон. Он руководил подготовкой астронавтов и был ответственным за сложные эксперименты, которые проводились на поверхности Луны. Во время работы в Центре управления полетами он сам наблюдал необычные явления, происходившие с участием астронавта Кена Меттингли на лунной орбите. Самое значительное явление, между прочим, мы так и не поняли, что это было, хотя это можно было ожидать, так вот, это были какие-то вспышки на поверхности Луны, которые видел Кен Меттингли во время полета Аполлона-16. Одним из заданий в этом полете было сфотографировать ту часть лунной поверхности, которая освещает не с Солнцем, а отражением с Земли. Как только Кен Меттингли приступил к работе, он воскликнул, «Черт возьми, я видел какую-то вспышку». Мы спрашиваем его, какую вспышку? Он отвечает, «Я только что видел вспышку на поверхности Луны». Он продолжал работу, и мы велели ему быть осторожным с этой штукой. Мы попросили его посмотреть еще раз и отметить время, когда он увидит ее, чтобы мы точно знали, когда это произошло. Мы должны были знать, что происходит на месте посадки корабля. Один из экспериментов НАСА на Луне проводился с применением высокочувствительного сейсмографа, который мог зафиксировать приближение метеоров к поверхности. Если бы эти вспышки появились снова, эти приборы непременно зарегистрировали бы толчок метеора. Это было самым первым объяснением этой вспышки. На следующем витке Кен Меттингли получил задание внимательно следить за вспышками и сообщить, если он увидит их. В следующий раз он увидел еще две вспышки на первой орбите. Мы установили точное время и передали эти данные нашим коллегам, которые работали сейсмографами, потому что в то время не было совершенно никаких подтверждений тому, что что-то врезалось в поверхность Луны. Тогда приборы зарегистрировали бы удар. Это до сих пор остается тайной. Как раз в то время русский аппарат тоже находился на Луне. Тем не менее, эти кадры не нашли объяснения. Вот на этом видно, как тень пробегает над поверхностью Луны. А здесь видна вспышка в кратере, в то время как неопознанный объект пролетает над ним. Вот здесь находится летающий объект. Астронавты находились вот здесь. Нужно иметь в виду, что Луна постоянно находится в поле зрения. Вот снова этот объект, но теперь он изменился. Доктор Джей Кейшер изучал эту пленку, и он убежден, что на Луне находится НЛО. Заведующий кафедрой физики в Университете Небраски доктор Кейшер обладает глубокими академическими познаниями в этой области. Я изучал физические аспекты ядерного оружия, специализировался на электромагнитной теории, электромагнитных излучениях, выполнял некоторые работы по программе «Звездных войн». В 91-м году я проводил научные исследования в составе НАСА. «Я имел доступ к засекреченным данным. Один документ, который я написал, был так засекречен, что я сам не имел права прочитать его. Мне нужно было получать для этого особое разрешение». Начинается обратно отсчет. Три, два, один, старт. Шаттл отправился в космическое путешествие. Доктор Кэшер внимательно изучил и другую пленку, отснятую в космосе во время полета шаттла. Он уверен, что на ней представлены неопровержимые доказательства существования НЛО, и в НАСА должны знать об этом. Четверо специалистов НАСА видели эти объекты. Сейчас здесь появится еще один. Они пришли к выводу, что это были, очевидно, частицы льда, которые были сбиты внешними щитами на шаттле. Стория Масгрэева должна быть хорошо известна, что специальные установки действительно разбивают частицы льда вокруг шаттла. Если их выключить, то вы увидите тысячи частиц, которые летят навстречу кораблю. Все эти обломки летят прямо в переднее стекло. Мой анализ показал нечто иное. Я пришел к выводу, что это могут быть и космические корабли в пространстве довольно далеко от шаттла. Скоро появится главный объект. Вот он. Он поднимается вот здесь, и мы сейчас увидим две вспышки. Видимо, в качестве ответной реакции он резко уйдет в сторону, и вы увидите след, который останется там, где был этот объект. Следите за двойной вспышкой, а теперь вы видите какой-то след, который берет начало как раз в том месте. Я думаю, это космические корабли, потому что они изменяют направление движения в ответ на эти вспышки. Они совершают маневры, увеличивают скорость, изменяют направление полета. Это и есть космические корабли. Я убежден, что это снежинки. Маленькие снежинки, подсвеченные солнцем. Одна из них совершила поворот на 90 градусов. Я не знаю, почему это произошло. Возможно, она соединилась с чем-то еще и повернула в том направлении. Возможно, произошло столкновение. Я видел отчет доктора Кейшера и слышал его выступления. Он неверно определил время вспышек. Он привел ошибочные данные по расположению экранов. Несколько лет назад я пытался ему сказать о том, что видимые вспышки на экране не полностью совпадают с действительным ритмом работы корабля. Позже я получил от них письмо, где мои замечания остались незамеченными. Я думаю, что НАСА будет хранить молчание обо всем, что может иметь внеземное происхождение. Также будут вести себя и в других правительственных учреждениях. Они скрывают от нас все, что касается проблемы НЛО. Начинается обратный отсчет. Три, два, один, старт. Но факт остается. В космосе существуют неопознанные летающие объекты. Один из таких появился как раз во время запуска шаттла. В другом случае астронавт как Эдди Коумин во всеуслышании четко заявила, что она только что видела НЛО. Мы наблюдаем неопознанный летающий объект. Действительно ли в космосе происходит то, что пытаются скрыть от нас? В космосе находятся не только американцы. Станция МИР позволила российским космонавтам побить рекорд по длительности пребывания в космосе. Находясь на борту мира, космонавт Мусам Анаров заснял неопознанный объект, который пролетал мимо. Запечатлеть. В какой-то момент съемки я обнаружил какой-то предмет, я обнаружил, что некий предмет отделился от корабля. Он постоянно вращался, удаляясь от корабля и изменяя свою яркость. Я не мог сказать, как далеко он был. Я знал только, что он был не так уж близко, потому что камера была сфокусирована на бесконечность. Сначала мне показалось, будто что-то отделилось от корабля, но потом, когда я обследовал корабль, я пришел к выводу, что ничего не могло отколоться от него. Более того, не было никакой тревоги, все было спокойно. Потом шли долгие споры о том, что же такое я мог тогда видеть. После другого полета русский космонавт Геннадий Стрекалов уверял, что он видел очень необычный летающий объект в космосе. Это по моим понятиям. Он появился над Ньюфаундлендом, это был огромный шар. Мне кажется, что он появился, когда мы были над Ньюфаундлендом. Море было в другой стороне. Этот предмет сиял, переодевался и был совершенно круглой формы. Он сверкал, как шары на рождественской елке, немного зеленоватым светом. От него было невозможно оторвать глаз. Я наблюдал за ним секунд пять или семь, но у меня не было камеры с собой. Если бы я пошел за камерой, я бы потерял его из виду. Он исчез так же внезапно, как и появился. нетрудно составить ложные впечатления о предметах в космосе. Этот таинственный летающий шар на самом деле недавно изобретенная дистанционная камера Эркам. Стория Мазгрейф имеет уникальные возможности знать, есть ли НЛО в космосе. Он проработал в НАСА 30 лет и был участником шести экспедиций. Видел ли он за это время то, что можно бы отнести к признакам инопланетной жизни или объяснить такое явление, как НЛО? Ничего из того, что я видел сам, не имело признаков или свойств, которые можно было бы приписать другой форме разума или назвать каким-то космическим кораблем. Дважды я видел то, что я сам для себя назвал угрём. Я не знаю, какого он размера, потому что я не знал, как далеко он находился. Это было похоже на кусок резинового шланга, который был в движении. Я не знаю, как далеко он был от меня, поэтому мне трудно судить о его размерах. Я не знаю ни его размера, ни расстояния до него, но он находился в постоянном движении. Стори Масгрейв допускает возможность существования внеземной цивилизации, но за время своих космических путешествий он не нашёл ни одного подтверждения этому. Новые открытия в космосе дают нам новые картинки, которые поддерживают версию о спорности вопроса. Эти снимки сделаны во время одного из полётов шаттла, и камера здесь направлена в сторону Земли. Здесь можно различить много знакомых явлений. Вспышки, молнии во время тропических ливней, городские огни Денвера в штате Колорадо, метеоры, спутники и примерно 8 тысяч космических обломков. Но остаются и загадочные объекты, как вот этот странный предмет, который неожиданно появляется из земной атмосферы. Это НЛО? Что думают об этом эксперты? Я не знаю, что это. Возможно, это обломки или кусочки льда, я просто не знаю. Подобные признаки имеют тысячи предметов, которые я видел. Вот что на самом деле не характерно, так это то, что он появился неоткуда. Можно подумать, что этот предмет повернут к тебе той стороной, которая не освещается Солнцем. Тогда в нем можно увидеть что угодно. Это было очень интересно. Сначала мне показалось, что это было отражение восходящей Луны, которое было видно из окна, где находилась камера. Таким было мое первое впечатление. Но потом я решил, что ошибался. Знаете, я допускаю, что существуют и другие возможности, о которых мы не задумываемся. конец третьей части. С научной точки зрения я могу сказать, что нас посещают представители других цивилизаций. Это уже происходит какое-то время. Я думаю, что многие из рассказов об НЛО подлинные. Говоря НЛО, я имею в виду не странные летающие объекты, а инопланетные космические корабли. Я думаю, что значение этого слова таково. Мы имеем достаточно примеров из надежных источников, чтобы начать исследование в этой области. Доктор Кейшер и другие сторонники теории об НЛО считают, что у них есть доказательства того, что НАСА скрывает правду. Пусть они опубликуют свой анализ ситуации в каком-нибудь научном, профессиональном или любом другом издании, но я никогда не видел ничего похожего. Мы ничего не скрываем. У нас нет космического корабля с другой планеты, и мы не укрываем его команду в одном из своих центров. В этом нет смысла. Одной из наших задач как раз и является поиск новых форм жизни. Если мы обнаружим такие формы жизни, или к нам прилетят пришельцы, мы заявим об этом во всеуслышание. За последние пять лет наш бюджет снизился. Это положение можно изменить только если мы докажем, что другая цивилизация побывала на Земле или мы нашли ее где-то еще. Мы не собираемся это скрывать. Гордон Купер, известный астронавт, разделяет убежденность Джека Кейшера в существовании НЛО. Сейчас ему почти 80 лет, но в 1951 году Купер был пилотом в Германии и наблюдал интересную картину. Метеоролог заявил, что он видел эти объекты в Неме, тогда многие прихватили свои бинокли и тоже увидели их. Они летели, построившись так, как строятся в полете наши истребители. Мы сразу же поднялись в воздух и думали, что сможем довольно быстро найти их, но у нас ничего не вышло. они были выше и летели быстрее, чем мы. На вид это были симметричные блюдца серебристого цвета. Я полагаю, что тогда я увидел летательные аппараты с другой планеты. Гордон Купер был так уверен, что и это было доказательством того, что НЛО побывали на Земле в 1978 году, что направил в Организацию Объединенных Наций письмо с описанием этого случая. И сегодня Купер не утратил веры в то, что НЛО существует. Он убежден, что доказательства этому нужно искать не в космосе, а на Земле. И никто не знает это лучше, чем пилоты. Я знаком с несколькими гражданскими летчиками, которые тоже наблюдали это явление. Я думаю, что у нас уже побывали летательные аппараты из какой-то другой галактики. Продолжение следует...